Добрый вечер, вы переведите Карачаево-Черкесия от студии Руслан Жукаев. Сегодня день Конституции Российской Федерации. С 30-летием основополагающего документа, ставшего надежным фундаментом независимости и национального суверенитета, жители республики поздравляют глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Права и свободы, благополучие, безопасность и самореализация всегда были и остаются базовыми нормами основного закона страны. Благодаря президенту России Владимиру Путину и его политике, основанной на главных принципах Конституции, каждый из нас сегодня живет и трудится в свободной и безопасной стране. Мы реализуем нацпроекты, создаем условия для получения качественной медицины, образования, введения предпринимательской деятельности и многое другое. Уверен, что только вместе, соблюдая конституционные нормы своим ежедневным трудом, мы сможем добиться дальнейшего развития нашего государства. Желаю всем мира, благополучия и успеха в делах на благо нашей малой Родины и Великой России. Быть добропорядочным и законопослушным пожелали школьникам республики. Сегодня в Черкесске им вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Девушек и юношей с этим важным событием поздравил председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии, Александр Иванов. Старжества Альбина Ламкова. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации началась с Государственного гимна России и Республики Карачаева-Черкесия. Церемония по традиции проходит в день Конституции, но дата сегодня особенная. Основному закону страны 30 лет. Сегодняшняя дата юбилейная. 30 лет назад был принят основной закон Российской Федерации, который стал надежным фундаментом для развития демократии в стране и защиты прав человека и гражданина. Конституция закрепила и принципы правового государства, свободы человека. Получение документа, удостоверяющий личность, дает широкие права, но вместе с тем и накладывает и немалые обязанности, отметил Александр Иванов, добавив, что долг каждого – нести достойное звание гражданина Российской Федерации, чтить и уважать законы государства. Затем он вручил паспорта и памятные сувениры. Важный шаг во взрослую жизнь в этот день сделали 30 юных жителей региона. Школьники выбраны для столь ответственной миссии не случайно. Почетное право получить свой первый официальный документ получили дети, отличившиеся в учебе, общественной жизни, спорте и творчестве, каждый из которых представлял свой город или район, в их числе и Сулейман Боисов. В учебе хорошие успехи. Я, помимо учебы, снялся в фильме «Испытание Аула». Меня тут многие узнали. Но мне нравится, когда тебя узнают разные люди, которых ты сам не знаешь. Сулейман, получив паспорт, чувствует гордость. Теперь все намного серьезнее, отметил юноша. Сулейман, помимо прав, какие у тебя обязанности как гражданина Российской Федерации? Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. День торжества останется не только в памяти, но и на фото. В заключении церемонии ее участники дали особенную клятву Родине. Юноши пообещали быть достойными гражданами своей страны и преданно служить Отечеству. Новый ответственный этап взрослой жизни начался. Главный документ, удостоверяющий личность, в руках. Паспорт Российской Федерации нужно ценить и гордиться им, так как в него будут занесены главные события в жизни. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии сегодня проверили знания основного закона страны. В 17-й гимназии города Черкеска тестирование прошли 30 школьников старших классов. Подробности у Артура Мкце. Основной закон Российской Федерации 12 декабря отмечает 30-летие. В этот день в ряде образовательных учреждений Карачаево-Черкесии провели тестирование старшеклассников. Так, в 17-й гимназии нескольким десяткам юношей и девушек предстояло показать, насколько хорошо они знают содержание Конституции, где прописаны права и обязанности каждого гражданина. Акция проводится для повышения правовой грамотности наших обучающихся. Проводится ежегодно. Ребята должны знать свои права и обязанности. Поэтому они готовятся к этому мероприятию очень серьезно. Многие из старшеклассников – постоянные участники предметных олимпиад. Для них вопросы на знание Конституции вряд ли представляют большие трудности. Ребята прекрасно понимают, что основной документ Российской Федерации имеет высшую юридическую силу во всех регионах, помогает соблюдать права, обязанности, обеспечивает безопасность и возможность самореализации. Я считаю, что патриотизм – это очень важно в наши дни. Это любовь к Родине в первую очередь, это любовь к окружающим нас людям, это уважение к Родине и уважение к людям, которые нас окружают, соответственно. Разумеется, очень важно знать наши права и обязанности. Поэтому, я думаю, проводится тестирование по знанию Конституции. И в целом знание Конституции обязательное для каждого гражданина Российской Федерации. Результаты проведенного в образовательных учреждениях тестирования будут проанализированы, чтобы позже понять уровень осведомленности школьников об основном законе России. Сегодня в роддоме Черкеска состоялась торжественная выдача первого документа «Ребенка. Свидетельство о рождении». В преддверии праздника появилось четверо новорожденных. Отдел ЗАГСа вручил счастливым мамам первый документ «Ребенка. Свидетельство о рождении». Вместе с тем приятные подарки и благодарственные письма. Поздравляю счастливых мам с рождением ребенка с Днем Конституции. Специалист отдела ЗАГС пожелала, чтобы новорожденные выросли достойными гражданами Российской Федерации, патриотами Родины и, конечно же, здоровыми и счастливыми. В этот памятный день управление ЗАГС поздравляет вас. Мы надеемся, что вы вырастите истинных патриотов нашей страны и взрастите в них самые лучшие качества. Быть мамой – это очень ответственный труд. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством вице-премьера России Татьяны Алексеевны Голиковой. Говоря о текущей ситуации, Рашид Тимрезов отметил, что в республике сократилось число безработных. Вместе с тем, дальнейшая стабилизация в данном направлении остается в приоритете. Для обеспечения сбалансированного разбития рынка труда необходимо синхронизировать систему профессионального образования и переподготовки кадров, считает глава республики. Для этого разработана трехуровневая модель – школа, среднее или высшее учебное заведение, работа. Также Рашид Тимрезов подчеркнул, что большое значение в стабилизации рынка труда играют легализация трудовых отношений и развитие предпринимательской деятельности, в том числе самозанятые. Важным инструментом создания новых рабочих мест является реализация модели экономического развития республики, утвержденная председателем правительства России Михаилом Мишустином. До 2030 года в регионе реализуются прорывные инвестиционные проекты, что в итоге позволит создать более 12 тысяч рабочих мест, 8 тысяч из которых в сфере туризма. На совещании был обозначен ряд практических решений, которые позволят и далее снижать уровень безработицы. Сегодня Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посетил заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта. Вместе с членами правительства республики он осмотрел объекты в Карачаевске, Карачаевском, Адыгехабльском, Ногайском районах и в Черкесске. Владимир Надыкта познакомился с ходом строительных и отремонтированных работ и дал свою оценку. Подробности смотрите завтра в наших выпусках вестей. В центральной мечети Аула Псыш прошел республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана», организованный Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии. В нем приняли участие более 50 человек, победители районных и городских конкурсов. Важно отметить, что три победителя стали обладателями путевок в хадж от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. На мероприятие побывал Алихан Лепшоков. Каждый из участников стал передать ту величественную красоту священного писания мусульман. Проведение подобных конкурсов в республике стало уже доброй традицией. В этом году религиозное состязание посвящено памяти первого ректора Карачаева-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Исмаила Хаджибастанова. Открывая республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана» председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» муфти Карачаева-Черкесии Смейл Хаджибердиев отметил важность изучения Корана и умению правильно его читать и понимать его смысл. Это праздник для мусульман. Они собираются, читают Коран. И лучшего из них награждают призами. Обычно у нас приз бывает тем людям, которые победили. Это поездка в Хадж. После Смейл Хаджибердиев наградил имама Карачаевска Ахмада Хаджи Урусова медалью Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии за заслуги перед УМЭ республики. Участники состязались в пяти возрастных категориях. Также были представлены чтецы в номинации профессионалы, которые являются выпускниками или студентами религиозных образовательных учреждений. Победу сможет одержать только тот, кто хорошо знает технику чтения священного Корана и соблюдает правила таджвида, отметили организаторы республиканского конкурса. Это конкурс очень полезен в том смысле, что пророк Мухаммад Алисасам сказал лучшие из властей, которые научились Корану и обучили им других. И самое лучшее деяние, которое верующий человек может сделать, это то, что он может научиться Корану и научить его других людей. Мы все прекрасно знаем, что Коран – это добро, и Коран призывает к добру. И в этом огромное благо для тех, которые обучаются и тех, которые обучают. Фейсал Тамбиев занимается изучением Корана с ранних лет. В этом году 10-летний мальчик целенаправленно, серьезно готовился, чтобы одержать победу в этом конкурсе. Старания Фейсала оправдались. Готовился каждый день к этому конкурсу. Прямо усердно. Это важно, потому что Коран – это священная книга. Аллаха, который он создал, не спасла нам. И ее очень интересно читать, очень усердно надо читать. Представители старшего поколения также демонстрировали навыки громадного чтения Корана. Отрадно видеть, что как и старшие, так и молодые принимают участие в этом состязании, так как для каждого верующего мусульманина Коран должен занимать особую роль в их жизни. На мой взгляд, такие состязания по чтению Корана очень нужны, потому что здесь участники стараются подготовиться, а без подготовки тут, конечно, занять какое-то призовое место это будет очень сложно. Поэтому кто готовится, тот уже занимается серьезно, изучает таджвит. В итоге обладателями путевок в Хач от главы республики Рашида Темрезова стали чтецы Малик Тамбиев, Азамат Караев и Ислам Байрамуков, а другие призеры были отмечены ценными призами. Алихалип Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. В целях реализации закона Карачаева-Черкесии о мерах социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, Республиканская стоматологическая поликлиника много лет проводит работу по бесплатному протезированию зубов. На какие льготы имеют право люди, подвергшиеся депортации в рамках вышеназванного закона Карачаева-Черкесии, какие вопросы возникают у жителей, которые обращаются к доктору, рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Белла Хубеева. Возникает очень у многих вопрос, успевают ли они в этом году до Нового года получить льготное протезирование. И мы хотели еще раз уточнить этот момент, обратиться к жителям нашей республики, к тем гражданам, кто имеет удостоверение по реабилитации, что да, мы их ждем, и до Нового года мы все успеем, объемы есть, откладывать не нужно. Это для всех, в том числе и городские жители. То есть прописка не имеет значения, районная прописка, город. При наличии удостоверения по реабилитации к нам может обратиться каждый. В рамках льготного протезирования мы оказываем бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, всех видов зубных протезов. Мы приглашаем и всех городских жителей на льготное протезирование. Будем всем рады и поможем встречать Новый год с новой улыбкой, красивыми зубами. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия. 22. Сезон охоты». Всего доброго и до встречи в эфире. Новый год